Друзья, здравствуйте! Сегодня отвечаю на вопрос о том, как не стать жертвой мошенничества на сайтах знакомств. Вопрос важный, потому что мошенничество присутствует, и даже вполне себе опытные, разумные и, в общем-то, адекватные люди в эти сценарии попадают. Расскажу о том, какие психологические причины, механизмы там работают и как этого избежать. Есть такой известный психологам сценарий, как «Треугольник Карпмана». Стивен Карпман – это психолог, который, собственно говоря, разработал эту концепцию. Что такое «Треугольник Карпмана»? Это такой вид коммуникации, где люди, которые коммуницируют, они поочередно берут на себя роли жертвы, агрессора и спасателя – три роли. Все, больше ролей в этой коммуникации нет. Как это выглядит в реальности? Давайте представим ситуацию, переписка на сайте знакомств. Мужчина пишет девушке, познакомились, и буквально через какое-то время он начинает рассказывать о том, какой он несчастный, вот его там бывшая жена бросила, деньги увезла, детей увезла, и вот он такой вот весь одинокий, бедный и так далее. И вот в этот момент что происходит в психике девушки, вот в сознании? Внутри нее появляется такая картинка – есть жертва, вот этот мужчина, есть агрессор, вот эта вот жена, которая его бросила, и есть я. Если есть жертва и агрессор, очень вероятно включится треугольник Карпмана, вот этот сценарий, и я почувствую необходимость стать спасателем, то есть взять на себя вот эту третью роль, которая не достает, ведь агрессор есть, жертва есть, а третье место – вакантное святое место, пусто не бывает. И человек, каждый нормальный человек чувствует внутри позыв «спасти». «Спасти» имеется в виду тут такой спектр спасателя, спасти – это просто поддержать, сказать доброе слово, или спасти – это буквально, не знаю, приехать, начать печь пирожки, и как-то вот его там кормить, обогревать и деньги давать. То есть вот спектр здесь может быть разный, зависит от психологической устойчивости девушки, от психологического состояния мужчины, насколько он разрушен, не разрушен и так далее, по-разному может быть, но структура этого спектакля, она всегда вот такая – жертва, агрессор, спасатель. И вот в этот момент, когда девушка чувствует вот эту жалость, это может быть такое, знаете, как материнское чувство. Опять же, разной степени интенсивности, от самого слабенького до буквально такого, который заставляет тревожиться и думать «Боже, как же ему помочь?» Вот еще раз, здесь такой может быть разброс в интенсивности. Но вот это вот чувство жалости материнской обогреть, обласкать, помочь, защитить – это есть точка входа в треугольник Картмана, точка входа в позицию спасателя и дальше человеком можно манипулировать. Кто-то манипулирует бессознательно, например, вот этот мужчина, наш герой теоретический, он может манипулировать бессознательно, получая таким образом внимание, получая таким образом какую-то эмоцию и так далее, может манипулировать сознательно и по чуть-чуть подводить к тому, чтобы женщина отдавала деньги, чтобы женщина отдавала там, не знаю, недвижимость, еще какие-то вещи, то есть это уже сознательная манипуляция, когда человек вот эти вещи начинает как бы сознательно делать, закручивать эти сценарии. И когда девушка, ну, неважно, или вот кто-то попадает в этот треугольник, может быть и мужчина, и девушка, это неважно, нет такого, что вот мужчина эту роль занимает, девушка эту – нет, вот по-разному это может быть, пол здесь не имеет значения. Так вот, тот, кто попадает в роль спасателя, он оказывается вот в такой ловушке, либо я там спасаю, поддерживаю, помогаю, что-то делаю или просто жалею, либо я начинаю чувствовать вину. То есть, если я вдруг не спас, не помог, не пожалел, я начинаю чувствовать себя виноватым или виноватой, то есть я становлюсь агрессором, а уже вот тот, ну, то есть уже не вот эта там жена агрессора, уже я агрессор, а он жертва. То есть треугольник продолжает жить, но меняются роли. И быть в роли агрессора так сложно, что человек бессознательно выбирает быть в роли спасателя. Роль спасателя, она все-таки роль деятельная, роль более сильная. Я могу что-то делать. И когда я спасатель, я хороший или я хороший, это тоже очень важно, этим тоже манипулируют, да, через это нами манипулируют. Вот такая механика этого процесса. Часто задают вопрос, когда я об этом говорю, все ли люди попадают в треугольник Карпмана? Все, все. Это, ну, архетипическая вещь. Но вопрос глубины, то есть если условно здоровая максимальная женщина, крепкая психически, она пожалеет такого мужчину где-то, может там поддержать и так далее, но она не побежит отдавать деньги, квартиры и тому подобное, то если… Это первый вариант. Второй вариант, если, например, женщина, которая попала в эту историю, у нее в детстве были похожие сценарии, была какая-то дисфункциональная семья, где не было прямых коммуникаций, где были вот эти манипуляции на чувстве вины и так далее, она будет глубже в это погружаться. Что важно сделать и знать, помнить для того, чтобы вовремя выходить из этого? Момент первый, когда вы почувствовали сильную жалость, начали воспринимать другого слабым, каким-то беспомощным, тем, кого нужно спасти, у вас должен работать внутри стоп, вот стоп, он взрослый человек, я взрослый человек и он взрослый человек, он как-то без меня справлялся до этого момента и дальше сможет без меня справиться. Вот. Это не значит, что я не могу помочь другому, но помочь можно из разной позиции. Из позиции, что другой без меня не справится или из позиции, что другой является для меня близким человеком и я хочу ему помочь – вот это кардинально разные позиции. И если вы начинаете помогать из позиции, что по-другому вы не можете, потому что другой не справится, вот эта плохая позиция – это позиция, которая втягивает вас в треугольник Карпмана, и вы становитесь уязвимым для манипуляции. Следующий момент, когда вы почувствовали вот это материнское состояние по отношению к другому взрослому человеку, тоже повод сказать себе «стоп» и остановиться, проанализировать, что происходит между вами и этим человеком. Когда вы почувствовали сильный страх, что вас бросят, то же самое – остановились, подумали, о чем это сейчас, что происходит. Если вы почувствовали вину, чувство вины, что вы не помогаете другому, недостаточно помогаете, недостаточно сочувствуете, не выслушали, не согласились встретиться и так далее – вот сильное чувство вины – тоже «стоп» и подумали, что сейчас происходит. Вот основные такие точки входа в треугольник Карпмана, который дальше делает человека, нахождение внутри делает человека легкой мишенью, удобной мишенью для манипуляции. Если эти чувства, которые я перечислила, захватывают слишком сильно и нет возможности отсоединиться, то есть вы как-то умом понимаете, но все равно невозможно сказать «нет», невозможно, потому что вина слишком сильная или невозможно перестать жалеть и так далее, – это повод обратиться к профессиональному психологу и проработать какие-то внутри вещи, которые вас толкают вот в эти дисфункциональные коммуникации, которые всегда содержат манипуляцию. Еще раз, иногда это сознательная манипуляция для того, чтобы какие-то материальные вещи от вас получить, иногда чаще – это бессознательная манипуляция, но вы за нее платите точно так же дорого своей энергией. На этом все, с вами была Кудрявцева Кристина. Пишите свои вопросы, размышления, комментарии. и до встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»